так дорогие друзья это у нас следующий день стали рано с утра 7 45 у нас первое мероприятие джет скид в общем если попроще то гидроцикла едем путешествовать по островам за нами приехал трансфер трансфер нас привез на амарин печал регистрация записываем себя можно будет выбрать здесь еду на одном из островов можно будет пообедать не можно будет а нужно да потому что кто-то не завтракал мы зарегистрировались подписали бумагу что если повредишь гидроцикл то надо будет покрыть все расходы на причале предлагается вода печенье и бананы через 30 минут отчаливаем на месте предлагается сделать апгрейд у нас предлагается вот такой вот желтый 1200 кубиков он такой небольшой среднем и предлагается доплатить 1000 бат дополнительно сейчас мы прям на месте оплачиваем и будет апгрейд на такой большой он уже идет 1630 кубиков но и если вы забыли сумки если вы забыли от солнца на рукавники что еще маску то можно принципе здесь докупить цены конечно здесь немаленько прервемся на ролики дорогие друзья многим из вас известен телеканал большая азия на этом телеканале выходит программа о китае которая производится совместно с медиа корпорациях китая иногда там показывают наши ролики многие из вас нам об этом писали а также у них есть новостной телеграм-канал с проверенной достоверной информацией о китае рекомендую вам прямо сейчас поставить видео на паузу навести ваш телефон на qr-код который вы видите на экране и подписаться на этот телеграм-канал так вы вместе со мной станете подписчиком китайской панорамы и будете получать информацию о китае из первых рук смотрим ролик дальше облачились жилеты что-то какой-то прям самый грязный я в шоке дочь пошел так нам сейчас инструктаж показали движение вот так вот езжай давай вот так вот двумя руками медленнее а и вот и вот вот так руки крест-накрест все это надо help короче делать так далее надеюсь где-то будет у нас мы тут немного тайский кстати учим мы узнали что куку это пара пара вот у нас одна пара вот вторая пара так что мы мы лянга куку тайский and китайский фарева я так понял это наш в общем по сути даже и апгрейда не надо было но по факту вот эти зелененькие они новые там 2022-23 и можно за 1000 за апгрейдить еще есть багажное отделение где мы можем положить вещи вот смотрите можно водичку поставить и собственно я переживал можно положить багаж отлично у нас туристы есть они даже не переодевались джинсах шортах интересно ключ обязательно крепится к руке есть окей в принципе управление очень легкая старт-стоп это задний ход это газ ну светом управлять надеюсь нам не понадобится ну и прикрепляется вот такой ключ если вдруг вылетишь лодки то лодка остановится и ты собственно можешь вернуться на свою лодку сесть обратно так далее стартуем так подержать надо все все ну принципе все ездить они качают больно качает он у суши мощно я откажу создал в грамм это вот наши туристы которые в джинсах и шортах поехали короче рулем сильно не надо болтать я понял вот когда пытаешься как на байке рулить но не получается тебя из стороны в сторону шатает ну в целом так как классно да и газу газу мы первые кстати приехали ты в курсе он баир мчит и женя вот она гонщика приехали на первый остров ран я и остров ехали минут 10 и первый путь разбирались с управлением я думаю следующий остров человек спали в конце мы скоро надо догнали всех этих которые апгрейд взяли за 1000 бат у них конечно это ну помощнее он как надавил у него просто в пулю пункт ты даже в моменте нас даже обогнала перед нас одно время даже в свободное время 20 до 30 минут в общем гуляем фото им ся он ребята там тоже что-то позирует так что здесь есть туалет и бар бар туалет душ есть и вот такие лежаки можно порелаксировать но море кстати правда чистое очень и волна невысокая можно поплавать покупать и в в в в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя просто кидает из стороны в сторону. Вот меня кидало, я понял, что это вроде ничего на самом деле. Да, да, да. Красота такая. Да, остров, на который выйти нельзя. У нас сейчас будет групповое фото. Нас тут толкают, выстраивают. Мы пытаемся, прикиньте, приходится на воде встать, чтобы... Нас выстроили, пофоткали всех на фоне вот этого. Хорошо. Хорошо, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Божечки, как красиво! Вы посмотрите на эту лазурную воду. Красота, песок, погода шикардос. Приехали мы на третий остров. Называется он Кхайнай. Здесь у нас будет обед. Красота-то какая! Да, пляж очень красивый. Вода чистейшая. Ты посмотри туда. Живопиписно. Живопиписно. Ты посмотри, какая живопипись. Вот наши гонщики. Позади меня идут. Китайские гонщики. Они, кстати, с сыном. Сын маленький у них. Да, с маленьким ребёнком. О, вы видели, сколько кораллов? Да, кораллов. Вау, офигеть. Мы пробираемся сквозь... Что это? Сквозь лес. Сквозь лес. Красота. Второй остров. О, это уже третий, ребята, остров получается. У нас же был... А я говорил, второй всё время. Второй, мы не вылезали. Да, не выходной был второй. Третий. Виды, конечно, классные вообще. Местные животные настолько обнаглели, что залазят на стол. Так, а у нас, как вы подняли, обед. Плану распорядка. Лапша. Самая обычная. С морепродуктами. С таким вот потрясающим видом. Холодная. Холодная. Долго ехали. Вкусно. Всё равно вкусно. Просто ты голодный. Какие наглые кошечки. Она просто пришла, легла на стол и нагло спит. Так сладко ещё положила лапку под щёчку. И ты спишь? Нет. Нет. Вообще, их ничего не будет. Эй, ну что таково. Эй. Как тебя зовут? Как зовут? Расскажи. О, блин, у меня какой-то кошечка. Кошечка. Вот такое кошечка. Что там? Предположительно, что она беременна. Ну да, она, смотри, какая большая. Кого ждём? Мальчика, девочку? Али сразу вместе? Двенадцать. Разные. Или наедая, не пойму. Ну прям. Узатая. Так, пройдёмся, посмотрим, что здесь есть. Остров маленький. Очень красивый. И очень такой, знаете, в стиле Таиланда. Лодки тайские стоят. Припаркованные. Мариванну курицу. Мариванну. Продают напитки. И вот всё из таких вот досок всё построено. На этой стороне острова пляж. Можно позагорать, покупаться. А вы самое главное, посмотрите на эти дома. Посмотрите, как местные отдыхают. Вот она легла. Кошек очень много. Ало. А вот бар с красивым видом. Каждый бар, каждый магазинчик пытается всячески выделиться. Какими-то такими вот надписями. Банками вон пустыми. Смотрите. Здесь что? Также, если у вас купальника нету, можно купальник здесь купить. Туалет на острове 20 бат стоит. Кокос. Косички даже можно сделать, прикиньте. Кукурузу. Всё. Собственно, вот он весь остров. Остров очень маленький. Там уже туалет. Так, у нас 3 минуты. И мы готовимся. Отчаливать до следующего острова. Если вы хотите таких именно видов, вам надо обязательно ехать на острова, на маленькие. И будет вот такая красота. Вот, посмотрите. Красота же. Вода. Напоминаю, волны немного большие. И мы находимся сейчас в низкий сезон в Таиланде. Я думаю, что в большой сезон. Зимой, да, зимние месяца. Море поспокойнее. Но, в принципе, купаться можно. Кстати, наверное, будет вопрос, сколько стоит лодка, сколько стоит аренда. И вообще, сколько стоит всё это удовольствие. Обязательно заходите на сайт Пхукет Чип Тур и посмотрите, сколько что стоит. Все путёвки только на Пхукет Чип Тур. Ссылка будет в описании. Посмотри, какая вода прозрачная. Посмотри, какая вода прозрачная. У нас сработал какой-то сигнал. Похоже, бензин. Топливо кончилось, что ли? Мы подъезжаем уже к четвёртому острову. Практически весь путь мы ехали с этим сигналом. Вылазила с лодки и нырнула под воду. Блин, у меня камера в руке была. Я просто... Героически камеру спасала. Я со стороны смотрел. Она упала, в общем, полностью вот так. И вот так тут одна камера такая в руке. Мы приехали на остров Кайнок. Четвёртый остров Кайнок. Я так понял, сейчас здесь у нас будет снорклинг. Хотя где, что, непонятно. Может быть, просто отдых. Сейчас посмотрим. На этом острове снорклинг. Вооружаемся нашими масками. Хотя здесь маски выдают. Но другого плана. Эти, конечно, поудобнее. Надеваем, идём посмотрим, что там есть. Как? Ну, прям, прям хорошо. Ну, вот тут хорошо. Прямо у берега. Ну, в общем, рыбки есть. Там мутноватая. Да, вода мутноватая. Но она сказала, что сюда утром надо. Утром, говорит, снорклинг просто идеально. Сейчас вода мутная. И ты вроде как пытаешься в этой мутной воде рыбок высмотреть. В общем, попробовали. Рыбок увидели. Отдыхаем. И отправляем сюда в следующий остров. Ракотшельник. Давай, влазь. Влазь, дружочек. Пойду-ка я отсюда. Решено было ехать так. Что происходит? Фотаются напротив острова, который следующий у нас. Пятый. По счету. К шестому острову все вошли во вкус. Гоняет так, что не остановить. Музыка. 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 Что, вам мало еще надо, что ли? Мне показалось, что мы еще поедем куда-то. Ну, короче, просчитались, и у нас закончился тур. Все? Ну, 6 островов насчитали или нет в итоге-то? 6 островов насчитали или нет? Нет. А я 5, но я 5. А, 5, я 5 насчитал тоже. Тоже 5 насчитал. Ну что, понравилось, нет? Баирыч, понравилось? Офигенно. На такой штуке катался? Да. Да, с непривычки прям вообще. Да нет, почему? Нормально? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Позвоночник, кстати, немного начал чувствоваться. Я вообще в восторге от трипов, потому что мы с острова на остров переезжали с какой-то целью. Не просто, знаешь, как взять в аренду этот гидроскутер. У меня прям аж до поросячьего визга. Я прям прям там кайфовала. Да, классно. Очень. Дудьте. Кстати, заметили то, что народу нету? Вон там ребята китайцы сидят и все. Низкий сезон. Цены, конечно, вообще потрясающие. Том-Ям стоянь 100 бат. Салаты какие-то по 60 бат. Ну в целом классные вообще. Сразу же приносят чай молочный. В холодной посудине такой. Хотя она не холодная, она... Просто льда там много. Много и как будто бы ее прям с морозилки достали. Прикольный чай, да? Тайский. Он очень сладко-молочный. Крепкий, да? Он очень крепкий, если бы не лед, да? Да. Если бы не сливки, если бы не сливки, молоко. Сгущёнка. Да, сгущёнку добавляем. Так, в общем, заказали еды. Сейчас поедим. Здесь все потрясающе. Так же. Сейчас попробуем как еда. Как еда, да. Том-Ям. Чтоб я так жил. Дище, да? Абаирыч попросил пожёстче. У него даже цвет, посмотрите, какой. Он не так острый, кстати. Краснющий. У нас менее красный. Спасибо. Кстати, готовят быстро очень. Раз, раз, раз принесли. Суп, короче, вкусный. Что вам рассказывать, а? Ммм. Ммм. А ещё знаете, что принесли? Принесли рыбу в соли. Вот что я хотел. Первый день. С пивом. Вот это просто бомба. Ммм. Какая она вкусная. Ребята, с пивом просто вообще. Идеал. Ну что, вкусно? Ну всё. Угадали. Поели. Еда всё такая же вкусная была. Серьёзно. И, в принципе, недорого. Ну и мы что-то сидеть не можем. Мы сразу же взяли байк. Отмыли его. Заправили. И прям хочется прокатиться. Посмотреть. Пукет. Пукет. Давно не были здесь. Интересно. Еду потихоньку. Смотрим всё. Глазеем. Ну, если что-то интересное, зарисуем наши взгляды. Что поменялось, что нет. А так вообще по делам. Едем до Макса. Надо забрать Аквабокс. Потому что я свой забыл. Макс сказал даст нам Аквабокс. А вообще, в целом, так соскучились по пукетским байкам. Они такие классные. Классные. Блин, так едет вообще класс. И просто хотим покататься даже на байке. Поэтому поехали. А ты, кстати, покажи, как мы загорелись сегодня ещё. Вот такой вот прекрасный шорточный загар. В общем, загорели. Сегодня подгорели. Ну и лицо, видите, да? Красное. Да, лица красные тоже. Короче, приедем в Китай как фермеры. Джанцелон частично вот на реконструкции. Что-то ремонт сделали. Биг С вроде работает. А вот это крыло, по-моему, закрыто полностью. Хотя там наверху, смотри, фудкорт есть. Это что касаемо изменений. Какие-то работы, видишь, идут. В общем, будет здесь что-то новое, красивое. Вот, смотри. О, да. О, это же рынок вот этот. А здесь есть классный ночной рынок, на который мы частенько ходили. Надо будет сходить тоже, да, посмотреть? Да, можно. Всё время будет. Дороги в Таиланде. Дороги в Таиланде. Заворотики. Опасные. Да. Пробка. Справа. Обязательно надевайте каску, когда будете садиться за руль мотоцикла. А также нужны права. Для вождения байка нужны международные права. Белая книжечка такая. И, конечно же, наличие категории А. Обязательно. Мне два раза уже документы проверили, но на время проверки категорию не смотрели, если честно. Иногда даже просто вот книжку достал, показал. Всё. И на этом закончился смотр. А что ещё нужно? Ну и не пейте за рулём. Всё. Офигеть. Тут свист, конечно, стоит. Это от пиц. Сидят на проводах. Байки, конечно, классные, бодрые, резвые, но с непривычки попа квадратиком. Ооо. А, да. Да нет, я сгорел, мне всё болит. А, сгорел. Вообще. А у меня попа болит от долгого сидения на байке. Красивый такой сидит. Побрился, постригся, что ли, я не понял? Побрился. Побрился. Да. Это твоё рабочее место. Это моё рабочее место. А я чуть не проехал, я останавливаюсь, вижу знакомые края. Понимаешь? Думаю, надо налево же. Прямо и налево. Ну да. Ну, короче, ладно. Вот. Вот такой вот офис приятный у меня. Очень уютненький. Классный, да. Поехала. Поехала. По KitaKA. Поехала, приема. Уже нам. Да. .